Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Ну а это Дуся! Те, кто смотрел наше предыдущее видео, конечно же, уже знакомы с этой милой крыской. В прошлый раз мы с вами разговаривали о том, как же правильно содержать декоративную крысу дома, а точнее сказать, чем же ее необходимо кормить. И обсудили два очень важных правила при кормлении. Первое, это, конечно же, не стоит перекармливать, то есть накладывать еды больше, чем ваш домашний питомец скушает за день. Ну а второе правило, еда должна быть постоянно максимально разнообразной. В нашем сегодняшнем видео мы подробно поговорим о том, почему же не стоит накладывать еды больше, чем съест ваш питомец сзади. Все очень просто. Дело в том, что крысы, так же, как и остальные грызуны, склонны к тому, что они постоянно делают запасы. Ну а некоторые продукты являются быстро портящимися. К тому же, иногда могут заводиться различные насекомые. Нам с вами, конечно же, этого не нужно. Поэтому накладывайте еды ровно столько, сколько съедает ваш малыш за день. А каковы же причины того, что грызуны делают запасы? Независимо от обстоятельств, у крыс есть две основные причины, по которым они прячут и копят еду. Эти две причины верны для всех грызунов. Это инстинкт и импульс, которые они сохранили на протяжении всей своей эволюции. Даже если ваша домашняя крыса была приучена, это не значит, что она может отпустить века эволюции. Они – дикие существа, и их основной инстинкт – выжить, так же, как и у нас с вами. Их основной рацион – растительная пища. Ну а как известно нам с вами, растения у нас произрастают с весны по осень. Ну а что же делать этим милым грызунам зимой? Вот именно поэтому, для того, чтобы не голодать и выжить в суровую зиму, они и стали делать себе запасы. Если провести параллель с нами, с людьми, то можно сказать, что мы также запасаемся на зиму. Наши домашние грызуны не понимают того, что им такие запасы ни к чему, ведь у них есть любящие хозяева, которые ежедневно дают им свежую и разнообразную пищу. Кроме того, что есть быстропортящиеся продукты, есть еще одна причина, по которой не стоит давать больше еды. Дело в том, что, естественно, то, что мы убираем в клетках наших домашних грызунов. Ну и, к сожалению, вместе с подстилкой мы выбрасываем все их запасы. А это, честно признаться, не очень экономно. Так что, друзья мои, не пренебрегайте правилами кормления ваших домашних любимцев. Ну а я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео и оно было для вас интересным. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает наш канал, ставит лайки и пишет нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных!